Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших онлайн-встреч, и я снова рассказываю вам о целительных силах искусства. Сегодня я хочу рассказать вам о театре, о том, как он помогал нам быть более здоровыми, выносливыми, о том, как театр встал на защиту нашего здоровья. Я нахожусь сейчас в библиотеке имени Гайдара, и вы видите ту самую великолепную экспозицию, которая посвящена победе нашего народа в войне. И если нам вернуться в прошлое, прокрутить пленку памяти, то я могу сказать, 22 июня 1941 года на сцене нашего театра утром шел спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». В Тамбов весть о начале войны поступила как раз именно в то время, когда шла сцена бала в доме Джульетты, когда только-только Ромео и Джульетты должны были встретиться. И вот как этот момент описывает Татьяна Александровна Еремеева-Битрих в своих воспоминаниях. Я ушла со сцены для того, чтобы быстро переодеться в гримерной и снова вернуться в спектакль. Я вбегаю в гримерную, там меня уже ждут заботливые руки костюмеров. Они стаскивают с меня прежнее платье, надевают новое, затягивают шнуровку корсета, но я вижу их глаза. А в них страх, а в них боль, а в них ужас. И только одно слово, которое я от них услышала – война. Мне стало так страшно. Меня всю стала пробирать какая-то неведомая, нечеловеческая дрожь. Я как-то машинально добежала до сцены, стою за кулисами и не могу сделать шаг вперед. Вот как я буду играть пьесу Ромео-Джульетта, пьесу о любви, когда в нашу страну пришла война. И вдруг чьи-то сильные и решительные руки вытолкнули меня на сцену. Спектакль продолжался. Мы выполняли все те же мизосцены, которые поставил режиссер. Танцевали танцы, вели диалоги. А в зале постепенно народ стал исчезать. Они стали выходить, все наши зрители. Потому что в это же самое время на Ленинской площади, которая находилась рядом с театром, звучал громкоговоритель голос Левитана, который извещал о том, что началась война. Что немцы совершили налет, и что теперь наш народ стоит на пороге трудных и решительных перемен. Война стала бедой для нашей страны. Она принесла много горя, много страданий. Но все-таки наша страна выстояла. И огромное влияние на нашего тамбовского человека, на тех бойцов, которые пребывали сюда с санитарными эшелонами, оказывало театральное искусство. Наши артисты создавали бригады, которые выезжали в госпиталя, которые приходили к бойцам. Сами жители города и бойцы, те, которые еще могли ходить или уже могли, становясь на костыли, делать первые шаги, приходили в театр. Даже в тот самый момент, когда в наш театр попала бомба, а это была единственная бомба, сброшенная на наш город, и попала она именно в театр, бомба, которая разрушила целую стену, не остановила этого процесса. Стена была залатана всем, что попадалось под руку – старыми декорациями, фанерой, кусками тряпок. И вот Татьяна Александровна рассказывает, как они снова и снова играли Ромео и Джульетту. И вот в той сцене, где над ней склонился ее партнер Александр Годлевский, она лежала на ложе, якобы убиенная. Она помнит о том, как из ее уст выбивался предательский дымок. В театре было так холодно, что в воздухе было облачко дыхания Татьяны Александровны. Джульетта была мертва, а Татьяна Александровна, как актриса, понимала, что она ничего не может с собой сделать. И вот эта предательская облачка выдавала ту самую трагедию, которую, как она назвала ее, актерского существования. «Я же должна верить, предлагаю обстоятельства», – упрекала она себя. «Но что поделаешь, природа есть природа». И вот тогда зрители все равно приходили в театр и наслаждались театральным искусством, которое вселяло в них веру. Шли не только классические произведения, такие как «Ромео и Джульетта», «Коварская любовь» Шиллера, «Принцесса Турандот», но шли и современные пьесы, такие как «Фельдмаршал Кутузов», «Разгром», многие-многие другие истории. Да, театр служил Отечеству и укреплял дух. И, наверное, это тоже был определенный вклад в здоровье нашей нации. Да, кстати, интересный факт. Актеры нашего театра, несмотря на то, что они играли в день по два, а порой и по три спектакля, успевали ходить на донорский пункт и сдавали кровь для того, чтобы потом эту кровь перелили бойцам. Разве это не подвиг? Разве это не достойно уважения и восхищения? И таким образом театр также стоял на страже нашего здоровья и вместе с медициной боролся за жизни наших граждан. Что ж, но у целительной силы театра есть огромная история. И я могу сказать, что в древних цивилизациях театральное действие считалось могучим средством снятия не только эмоционального напряжения, но и укреплением физического здоровья. Вместе с лечебницами всегда находились рядом театры и стадионы. Таким образом, спорт, искусство и медицина были тремя сестрами. Они вместе спасали человека от недугов и болезней. Не сохранил ли сегодня театр эту исцеляющую силу? На этот вопрос доктор медицинских наук Марина Евгеньевна Комова отвечает таким образом. Меня как врача интересует здоровье человека. Любые медицинские препараты, любые таблетки обладают побочными действиями. И если их применение при серьезных проблемах со здоровьем еще оправдано, то как профилактика они использоваться не должны, утверждает Марина Евгеньевна. Сегодня все думающие врачи ищут безопасные способы лечения и оздоровления людей. И в этих поисках неизбежно обращают свой взгляд к искусству. Ведь искусство – это огромная и пока еще мало используемая в современном мире сила. Во многих странах активно проводятся работы по изучению влияния искусства, в частности театра на здоровье человека. История развития медицины знает много примеров лечения и оздоровления людей без использования сильно действующих препаратов, которых в сущности тогда просто не было. В древности, например, в Древней Греции, как мы уже говорили, силы искусства активно использовались для лечения. Что же конкретно помогало человеку? Сила коллективного переживания. Да, именно сопереживание персонажу заставляло человека погрузиться в его историю и испытать яркие эмоциональные чувства. Есть такое удивительное слово – катарсис, которое пришло к нам из Древней Греции. И впервые это понятие вывел древнегреческий философ Аристотель. Под словом катарсис он подразумевал целительные силы искусства, которые производили на человека сильнейшее эмоциональное впечатление. То есть эмоциональная встряска, потрясение, какие-то страдания, которые человек пропускал через себя, вызывали в нем слезы. И это было очищение страстью, очищение слезами, очищение пережитыми эмоциями. Вот что такое катарсис. И на самом деле это уникальное явление используется и по сей день. Хотя, может быть, не так часто, ведь сейчас мы часто ходим в театр для того, чтобы развлечься и отдохнуть душой. Однако есть и специальные психотерапевтические театры, где происходит излечение больных. В моей жизненной практике тоже был такой эпизод, когда в 2005 году при написании дипломной работы я стала приходить в психоневрологический корпус нашей областной больницы для того, чтобы заниматься вместе с больными театром. Я могу сказать, что лечение проходило довольно успешно и дало определенные результаты. Мы проигрывали вместе с больными определенные сценки, в которых они приобретали те или иные качества характера или поведения. Весь мир театр, все женщины, мужчины в нем актеры, и каждый не одну играет роль, сказал когда-то Уильям Шекспир. И это действительно так. Ведь люди, которые долгое время находятся на излечении в больнице, потом теряют некую социальную адаптивность, они начинают теряться, они теряют веру в себя, они становятся неуверенными, слабыми и очень уязвимыми. И чтобы этого не произошло, как раз именно театр помогает им укрепить веру в себя, укрепить эти внутренние резервы, психологические резервы, я могу сказать. И это направление называется театротерапия. Это вполне научное направление, и я была даже счастлива, что мне удалось немного все-таки поэкспериментировать и в этой области. Мои друзья, медики, все так же продолжают со мной общаться, приходят к нам в театр, и подтверждают то, что, продолжив эти эксперименты, все-таки они добиваются лучших результатов. Так вот, само состояние сопереживания, соучастия, которое дарит нам театр, способно вызвать в нас определенную веру в себя, повысить самооценку, а также работает как парадокс внушаемости. Ну, например, тяжело больной пациент, уловивший в разговоре медиков незнакомое ему латинское слово, которое означало «умирающий», решил, что у него дела идут хорошо, и, к удивлению врачей, выздоровел. Это факт. Актер, который испытывал боль из-за того, что у него воспалился зуб, выходит на сцену, играет в спектакль, и после спектакля передумывает идти к врачу, потому что зуб проходит. Зритель, который пришел в театр разбитый, уставший, может быть, у него даже болело колено, уходил из театра, совершенно здоровым, с ощущением здорового тела и здорового духа. Все в нашем организме взаимозависимо. Есть еще одно замечательное слово – психосоматика. Так что же такое психосоматика? Это то, что часто называют связью тела и души. Это направление, вместо того, чтобы догонять болезнь, помогает нам изменить свое состояние и увеличить количество здоровья. Большинство болезней имеет психосоматическую природу. То есть, внушая себе то, что мы сейчас, вот прямо сейчас, вот в эту самую секунду заболеем, хотя обладаем хорошим здоровьем и хорошим иммунитетом, очень часто действительно дает сигнал нашему организму о начинающейся болезни. Очень часто это состояние бывает обманчивым. Здоровье – это некая энергия, о которой мы знаем лишь то, что она создается в процессе жизни. Ну и когда жизнь заканчивается, соответственно, эта энергия сворачивается. А разве эмоция человека – это не энергия? Разве, испытывая гнев, мы не заболеваем? А разве, испытывая радость, мы не излечиваемся быстрее? Театр тоже работает с эмоциями, вот с этими тонкими связями. Что же такое еще психосоматика? И как смотрят на этот вопрос врачи? Театр способен создавать положительные энергии, которые не только восстанавливают растраченную энергию, но и могут излечивать очень многие болезни, даже такие, которые не лечатся медикаментозно. Написано в журнале «Медицина». Удивительно, но даже сами медики подтверждают тот факт, что иногда лекарства не помогут человеку так сильно, как поможет искусство. Не зря Пифагор, древнегреческий ученый, философ и медик, играл своим больным на лире. Музыка, как он считал, излечивает больных, помогает им приобрести духовный, психологический иммунитет. И это действительно был успешный эксперимент, как он потом описывал в своих книгах. Есть еще такое интересное понятие. Эффект плацебо. Ну, так скажем, эффект пустышки. Когда больному дают какой-то нейтральный препарат, ну, например, глюкозу. Но при этом ему говорят, что ему дали сильно действующее лекарство. И в результате больной действительно излечивается. Да, бывают такие случаи, когда нечестные на руку люди пытаются выдать пустышки за сильно действующее лекарство. Но я сейчас хочу сказать совсем о другом. Когда мы принимаем, казалось бы, пустышку, но начинаем верить в то, что мы излечиваемся. Опять-таки, энергия исцеления начинает раскручиваться уже внутри нас и начинает помогать нашему организму излечиваться в реальной жизни. Эффект плацебо также используется и в театре. То есть мы рассказываем и разыгрываем те истории, в которых, в процессе проживания которых мы помогаем вам обрести вот этот психологический иммунитет. Ну, так скажем, театральная таблетка. Вот как можно назвать хороший, качественный спектакль. Театральная игра во всех ее формах положительно воздействует на душевное и физическое здоровье человека. Поэтому, конечно же, мы советуем вам всегда, когда вам плохо или грустно, или вы находитесь в депрессии, приходите в театр. Мы ждем вас. Кстати, еще я вам хочу рассказать о том, что не так давно я написала книгу «Родом из детства», которую тоже с удовольствием дарю библиотеке имени Гайдара, читателями которой вы являетесь. И в этой книге я рассказываю о мастерах Тамбовского драматического театра. Каждому из них я задавала самые разные вопросы. И здесь тоже сквозит тема целительных сил театра. Наша актриса Елена Федорова рассказывает так об этом. «Я думаю, что театр, по большому счету, нужен для того, чтобы людям становилось легче. Если я болею или маюсь со своими проблемами, то когда я на сцене, все проблемы отходят назад, мне становится легче. На этот момент я просто забываю, что они существуют. И мне действительно легко. И, быть может, зрителям, которые приходят в театр, тоже от этого становится немножечко легче. Разве не для этого мы выходим на сцену? Еще одна актриса и моя дорогая подруга Елена Ильина так рассказывает о влиянии театра на человека. Театр – это и есть тот свет, который мы передаем друг другу. И этот свет сильнее электричества. Именно он дает ощущение настоящего творчества. Благодаря этому внутреннему свету ты становишься родным человеком вместе со зрителем. Он угадывает в тебе, как в актере, близкую душу. Театр – это единение душ, это их сближение. Актер доверяет зрителю свое чувство, мелодию, внутреннюю интонацию. И если зритель ему верит, то возникает этот драгоценный контакт. «Я тебе верю», – говорит зритель актеру. И все, ты его человек, а он твой. Душа актера по невидимым проводам перетекает к душе зрителя. А душа зрителя, наполненная верой к актеру. Происходит этот взаимообмен, самое главное в театре. А что еще может дать актер? Ведь он работает со сферой души, и эта работа не видна глазу. Актер – это, по большому счету, все-таки настройщик человеческой души. Я в этом уверена, и я это чувствую. И я абсолютно согласна со своими коллегами, которые искренне верят в целительные силы театра вместе со мной, которые дарят нашим зрителям, вам, нашим читателям приятные эмоции, которые, чувствуя вас, наполняют вас своей силой. И, может быть, талант все-таки дает нам право причислять нас, служителей мельпомены, служителей театра, тоже к целителям человеческих душ. Что ж, до новой встречи, друзья! Берегите друг друга и будьте здоровы!